Слушай, ну сегодня же меньше уже, да, в отличие от вчерашнего дня? Вчера прям-то одну за другой тягали. Это форель, ребята, это крутая рыбка на креветочку. Вот так вот, прям экстремальная рыбалка. Замечу, что некоторые продают ее сразу. Привет, друзья! Сбежала, значит, форель. Все это покрыто какой-то тайной. В общем, большое количество рыбы из неба доушло. В результате, что сначала рыба появилась в районе Сочи и Адлера, потом вот ее уже начали улавливать в Туапсе. Пришли на пляж Кубу. Это бывший фазотрон на Мамайке. Встретил сразу рыбака. Мужчина шел пустой с удочкой. Ну, естественно, я его расспросил. Значит, он мне говорит, что сегодня не рыбный день. Волны сильные. Видимо, рыба не особо любит, когда такая волна, потому что ее как бы бьет, наверное, берег, и она отходит. Мужчина тоже ушел пустой, говорит, тоже ничего не поймал. Но вот вчера мы тоже поехали. Ну что, мы не выдержали, тоже пришли порыбачить. Уже одну удочку, правда, сломали. Рыбы нету здесь. Пытаемся, надеемся, что что-то поймаем. Вот нашли между двумя бунами спокойную акваторию такую небольшую, потому что там везде с той стороны волны бьют. И, в общем, ничего у нас не вышло. Вода такая на море была неспокойная, рыба отошла. Но до обеда люди ловили. Там они судорожно, конечно, ее прятали. Не хотели, чтобы я их на камеру показывал. Там всячески... Ну, просто даже говорю, я лиц не буду снимать, просто покажите рыбу. Нет, нет, нет. Рыба такая по размерам. Милограмма на полтора. Просто так вот в любое другое время приехать половить рыбку, такую рыбу, такую форель в Сочи вы не поймаете. Хотя, наверное, какая-то черноморская форель есть. Но обычно в Сочи ловят достаточно мелкую рыбу. Барабульку, ставридку. Покрупнее это уже рыбы кефалевых пород. Для всех такой ажиотаж с этой рыбой. Все побежали ловить. Такое количество огромное, что, представляете, ее начали ловить в Туапсе. После этого она уже попала в Новороссийск. И сегодня информация прошла уже там, форели, казалось, уже там ее ловят. Бл***ь, початину, да, лопатка? В Сочи. Бывало Сочи? Да. Кукурузу жрет, падла, голодная. Вау. Можно посмотреть? Пожалуйста. Это форель, ребята, это крутая рыбка. На креветочку. Да, креветка, кукуруза. Ни хрена, она в заглот, короче. Вот это у вас улов. Поздравляем вас. Спасибо. Вас увидит весь мир, как вы поймали такую. Да, да. Естественно, концентрация рыбы уменьшилась здесь, поэтому уже такой рыбалки нету, как в первые дни, когда она здесь максимально концентрировалась. Вчера при мне ее ловили, вытаскивали одну за другой, да, как бы всего-то прошло сутки, да. Почему сегодня нету? Мне кажется, вчера волны были меньше. Ну и все-таки тоже, мне кажется, каждый день, да, не в пользу рыбаков, потому что рыба все-таки расплывается. В одном месте не сидит. Она привыкла, что ее все время кормили. Не нужно было корм добывать. А тут она, получается, в естественных своих условиях. Вот, ласточка приехала, видите, люди выходят прямо на мамайке. Температура, я скажу, что у меня пальцы мерзут. Где-то градуса, наверное, 3 тепла. Сочи-Сочи, Черное море, а прохладно. Ну вот, мужчина на креветку ловит. Тоже говорит, не рыбный день, нифига. Все вспоминают вчерашний день. Короче, рыба ушла. Рыбалка, рыба ушла. Но я вам в кадре, вот видите, да, вставляю, как ее ловили вчера и позавчера. Ну, в общем, по-моему, с 23 числа ее так ловили усиленно. В реках форель запрещено ловить, да, но это не речная форель. Морская, получается, раз она в море. Но в море ее, в обычное время, этой форели нет. Поэтому, может быть, есть какие-то регулирующие акты по поводу этой форели, но никто о них ничего не слышал, потому что в обычное время данной породы рыбы нет. Ну и, соответственно, никто не знает, есть ли ответственность за это. Нет ответственности. Ловят все на свой страх и риск. Вот так вот сходил сегодня на рыбалочку на море. Два часа времени. Ну, за два часа, я считаю, нормально. На блесну. Блесна 30 грамм. Больше. Плохо берет, меньше плохо тонет. Работает отлично. Давайте проедем с вами в центр города. Посмотрим, что происходит в центре. Там как раз шансов больше, потому что возле реки Сочи вода более спокойная. В акватории порта тоже спокойная вода. Мы с вами приехали в самый центр. С левой стороны от меня Marina Mall. Торговый центр такой. И мы подходим к реке Сочи. Сейчас посмотрим. Я уже отсюда вижу, что рыбаки стоят. Люди активно ловят. Желающих просто посмотреть тоже огромное количество. Ну, и по ходу дела вы как раз видите, что происходит на той стороне, где ривьера, где идет активная стройка, парковые зоны. Можно будет сюда потом по пешеходному мосту переходить. Какие-то земляные работы, бетонные там начинаются работы. То есть уже как бы к сезону должно это все открыться, заработать. Но там такое ощущение, что они только начали. В общем, рыбка ловится. Я думал, не ловится, но ловится в определенных местах. Не везде. То есть где-то вот, где проход есть с глубиной на речке. Протока. Так, а что мост переклеили? Мост переклеили. Я думал, я зайду на мост, а мост закрыт. Это улица Конституции, рыбаков. Я вижу, что до Кубанского кольца все стоят с двух сторон. Огромное количество людей вышло. И рыбаки, и не рыбаки. В надежде поймать рыбку. А вы, по-моему, уже герои всех соцсетей, всех новостей. Показали вас, как рыбачите. У меня? Да. Я мост в спорте. Сегодня вас видел где-то в телеграм-каналах, еще где-то в инстаграмах. Ну, значит, мужчина похожий на вас. У меня. Они там перед мостом таскают. Там ямка вот эта. Там места нет, да? Там плотную стоят, да. Там ямка. Ну, и там почему-то один таскает такой, самый веселый. Он на креветку, а поплывок не помню был, нет. Ну, а она там, получается, проскакивает вот это место, ямка, и она проскакивает в этом месте. Слушай, ну, сегодня же меньше уже, да, в отличие от вчерашнего дня. Вчера прям-то одну за другую тягали. Сегодня уже все удочки купили. Знаешь, это как бизнес, золотая лихорадка. Кто-то на лопатах деньги делает, кто-то золото ищет. Магазины, наверное, сейчас такие деньги поднимают на снастях. Я сегодня звоню в один рыболовный магазин, говорит, да-да, мы работаем, приезжайте, приезжайте. На виноградный, говорит. Я еще не успел здрасте сказать, он уже говорит, да-да-да, приезжайте. Ну, вот мужчину поймал, да. Да, набережная реки вся заполнена рыбаками. Просто не передать словами, такого никогда не было. Так. Снаружи, прикиньте, вообще-то, снаружи. Проглотила. Так, ну что, пойдемте с вами в сторону морского порта сходим, посмотрим, что там происходит. Здесь понятно, что ловят в одном месте. В одном месте вытаскивают, все остальные стоят, смотрят. Это одно место, вы уже поняли, где находится. Вот здесь вот, сразу после пешеходного мостика. Здесь вот эта ямка. Нельзя с этого места уходить. Надо на ночь оставаться. Сюда уже, наверное, очередь, да, на это место к ночи. Одному человеку везет, и вот он одну за другой таскает. Везунчик. Все остальные смотрят. Желающих половить много, но вот человек, на самом деле, просто в хорошем месте стал. Там, объясню почему. Там, получается, как бы порог, ступени. Рыба подходит к этому порогу, и не каждая наверх проскакивает. Она вот в этой ямке стоит, и он напротив этой ямки как раз ловит, получается. Туда выше уже меньше рыбы едет. На той стороне вытаскивают, нет? Да, вытаскивают. Но там Парижа, да? Здесь чаще? Ну, потому что она вот здесь хочет, наверное, выше проскочить. Через вот эти два порога. Ее больше здесь концентрируется. О, еще одну. Опять, что ли, он? Что, сорвалась? Да. Замечу, что некоторые продают ее сразу. Стоимость рыбки полторы тысячи килограмм. Так что тут и сразу такой мелкий бизнес. Смотрите, смотрите. И что-то она там запуталась, что ли. Достать не могут. Чтоб не сломать удочку, получается. Вот так вот. Прям экстремальная рыбалка. Здесь тоже зацепилась рыба, получается. Не рыба, а снасть зацепилась. Ох! Слетела. Вот она, встала. Надо спускаться ниже и ловить. Это ж надо такое для Сочи, да? Небывалое. Чтобы столько рыбаков, такой азарт. Рыба вытаскивается. Уже какой день, да ее вылавливают, она не может закончиться. Она уже ушла в Туапсе, она ушла уже в Геленджик, она ушла уже в Новороссийске. Ее все равно хватает. Да, люди ее все равно ловят. Такого никогда не было, чтобы форель крупных размеров по весу даже достигает, которая больше двух килограмм. Ну, я видел, что и больше веса. Визуально я могу оценивать рыбу. Все детство провел на речке, все детство ловил киту, кижуч, горбушу, чавычу, мерку, табиш-красницу. Ну, кто на Дальнем Востоке жил, тот все это знает. Все каникулы на речке были. На ямах, со спиннингом, с закидушкой. Ловят везде, на кустах, на заборах люди. Потом она срывается, эта рыба. Конечно, неудобно ловить, но ловят. Но это такое что-то нечто для Сочи. Такого раньше, конечно, не было. Сейчас пойдем в сторону морпорта. Может быть, тоже хорошая рыбалка. Торговый центр этот Марина. Здесь, скорее всего, видите, раз тут все огородили, выход будет пешеходного моста. Могут успеть, в принципе, это же Сочи. Денег валят, они успеют по-любому. Может быть, что и откроется этот мостик и вся территория. Ревьер и же пляж тоже быстро сделали. Сколько желающих здесь. Это сейчас мы идем вдоль реки Сочи, к ее кустям. Здесь, говорят, гоняют. То есть 500 метров от устей, чтобы не ловили. Но все равно люди стоят. С двух сторон и ловят достаточно много. Ох, даже внизу стоят. Здесь, короче, можно подрабатывать. Внизу с очком стоять. И кто, когда ловит, то подбегать и вытаскивать им рыбу. И со стороны пляжа Ревьера тоже люди стоят. Я тоже взял удочку с собой, но креветки у меня нет. Нужно идти покупать креветку. И дело ближется уже к темноте. Поэтому, наверное, я не буду ничего пробовать. Посмотрим. Я вчера еще порезался. Упал на море с камня. Во время там волны отбегал. И упал, порезал такой глубокий. Еще сейчас покажу на море. Заклеен у меня. Ну, здесь на территории мор-порта народу поменьше. Я думаю, что, может быть, и рыбы здесь меньше. Раз людей меньше. Вот, поймал мужчину. О! Она у него не влазит. Вот с удочкой, в общем, надо сюда идти. А со спиннингом можно на речке ловить. Вот тут рыбаков поменьше. Непосредственно, где Марина, где стоянка катеров. Поэтому даже смотрю, что дальше уже и нету никого. Все, я вам показал. Все, вы увидели. Какая обстановка. Рыба вся на речке. В общем, сейчас там больше всего ловят. Прогулялись. Все, вы посмотрели. Все, увидели. Сколько рыбаков. Какой ажиотаж. Я сегодня даже позвонил в магазин. Сразу не вошел в свои крючки. Позвонил в магазин. В рыболовный. Звонил, говорю, это магазин. Говорит, да, магазин. Я говорю, вы работаете? Он говорит, да, конечно, работаете. Приезжайте. Время золотой лихорадки. Помните, да, когда заработали больше на лопатах, чем те, кто искал золото. Также и сейчас, наверное, все рыболовные магазины делают хорошую выручку. Хорошие продажи. Креветки хорошо продаются в магазинах, наверное, так как их скупают, как приманку. Вижу, что ловят как на блесну, так и на креветку. Но больше всего не видел, что поймали на креветку. Просто традиционно в Сочи все время на креветку люди ловят. На креветку, на курицу. Но я видел там на эту, на болтушку с манки тоже ловят. Рыбаки такое впечатление, что не собираются уходить и останутся здесь и на ночь, наверное. Азарт превзобладал. Надо еще и окупить удочки из Настя, которые были приобретены. Он с мужчинами как-то не это, он на них шипает. А это мужчина или девочка? Он с девочек. Он правильный, правильного направления. А вот вообще я его взяла с питомника. Я не меня куплю. В Краснодаре. Мимохода он слышал разговоры людей. Да, говорит, это пришлось удочку купить с Настей. Говорит, он еще рыбу не поймал, а уже потратил кучу денег. Да, внезапно возник такой ажиотаж. Действительно магазины сейчас распродали все запасы. Вот такие у нас новости. Такая вот в Сочи необычная рыбалка. Вот не знаю, на сколько этой рыбы здесь хватит. Но пока люди ловят, она разбредется. Черное море большое. Все-таки объем этой рыбы не такой огромный. Я, конечно, не думаю, что так произойдет. Но было бы очень круто, если бы эта рыба как-то прижилась и начала размножаться. Но скорее ее все выловят. Эти 300 тонн, которые ушли. По всему побережью она разойдется. Ее так или иначе выловят. Может, какая-то часть рыбы и останется. Но чтобы она размножалась, это же надо ее выпускать именно с реки. Этих морков надо вырастить до определенного возраста и потом с реки выпускать. Есть форель речная, но это же форель не речная. Получается, это форель выращена была в море. Как я понимаю, получается, что форель нужно было выпускать в реке, чтобы она вышла в море, потом опять в реку пришла. Но здесь реки такие. Глубина реки не позволяет рыбе уйти вверх по реке. То есть, река Сочи, что она? Вот тут 2-3 ступени и все. И дальше эта рыба никуда там не пройдет. Популяция из нее никакая не получится, мне кажется. Скорее всего, ее все просто выловит. Вот и все. Ну все, ребят. Всем хорошего настроения. Привет вам всем из Сочи. Обязательно там поставьте еще палец вверх. Напишите комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!